Сегодняшнее заседание общественного совета стало первым в 2016-м. Новый год открыли с важнейшей темы – предстоящие девятые всемирные хоровые игры, которые на курорте пройдут уже в июле. По своему уровню хоровые игры практически сравнимы с Олимпиадой, ведь пение, так же как и спорт, объединяет миллионы людей. Более того, столько иностранцев, сколько приедет на хоровые игры в Сочи, город не видел даже во время зимней Олимпиады – представители ста государств. Одних исполнителей – 40 тысяч, плюс болельщики. 40 тысяч голосов – это, можно сказать, что планета будет петь на разные языки в нашем городе. И надо создать все абсолютные условия, чтобы такое и соревнование, и демонстрация, и концерт – все было как-то в едином русле. Принимать мероприятие такого масштаба – большая нагрузка для города. Поэтому помощи Советы от общественности будут как нельзя кстати. Транспорт, волонтеры, размещение гостей, питание – все должно работать без сбоев. Мы – город-организатор. И все. Вот к нам приехали в аэропорт, и с этого времени эти гости должны находиться в надежных руках наших организаторов. Размещение, работа волонтеров, питание, организация экскурсионных поездок, организация логистики, переездов – все это на плечах города. И я уверен в том, что мы с этим справимся достойно. С 2010 года в Сочи уже прошло 17 инспекционных визитов представителей Международного общества «Интеркультура» – обладателя лицензионных прав на проведение хоровых игр. Сегодня Сочи уже вступил в активную фазу подготовки к этому важному мероприятию. Уже принято решение о создании оперативного штаба. Определены площадки для проведения концертов и конкурсных просмотров. Их 24. А церемонии открытия и закрытия пройдут в Ледовом дворце Большой. Кстати, финалом игр должно стать выступление Большого сводного хора. В нем споют и сочинцы.